Легион здесь, дорогие друзья! Всем привет, и мы с вами продолжаем проходить Мэзом Печку. Итак, в прошлой серии была прям такая вот реальная жесть, кто не видел, обязательно посмотрите. А к нам в комнату стучал Стюн Джу. Причём показали этот стук как-то очень странно, стук был тихим, а всё тряслось так, будто кто-то там дверь выламывал. Ну окей, не будем медлить, сразу начнём. Холодный край, часть 4, погнали. Что вам нужно? Вы со всеми так приветливы? Отнюдь. Просто не хочу пускать вас на порог. А я и не собиралась с вами чаи гонять. Просто хотела поделиться с вами дилеммой, которая меня мучает. Вот оно что. Дилемма? Не завидую вам. Всего доброго. Так. Меня это напрягает. И Петя уже тоже. Так, что за дилемма? Комната Петра. Всё-таки её придётся пустить, да? Ладно. Ну Миша сразу же недовольный. Ха-ха-ха-ха. Опять эта странная тётя. И вовсе я не странная. Сам ты странный. Ты не оставишь нас с Петром вдвоём? Наш разговор не для нежных детских ушей. Да, пожалуйста. Да хоть Миша с нами заодно. В плане отношения к Юджу. Выкладывайте, что у вас. Я задумал статью, которая способна разрушить человеческие жизни. Не удивлён. Жизнь вашего друга? Это Ася имеется в виду? Или вернее сказать, ваших друзей? Это очень важно. Необходимо всё хорошенько обдумать, прежде чем что-то предпринимать. Вот я и пришёл к вам за советом. А что за люди-то? Конкретика будет? Вы меня выслушайте? Ну валяй. Давай. Конечно. Надеюсь, я смогу вам хоть чем-то помочь. В таком случае пойдёмте. Куда это? В янчике. Не совсем понимаю. Зачем нам ехать в янчихе? Подальше от посторонних ушей. Ладно. Ну поехали. А кто эти наши друзья-то? То есть Петя реально всё равно, да? Даже не поинтересуется, чья именно жизнь может быть разрушена. Ну ладно. Миша, я опять... Можно я побуду у Кати? А? А? Что? Он сам попросился? Они что, помирились? Ну точнее, подружились? Потому что, по-моему, до этого у них были какие-то конфликты. Ну и у Кати у самой-то на глазах слёзы. Но оно и понятно. Всё же она потеряла отца. Хоть не родного, конечно, но всё же отца. Но я надеюсь, вы до янчике своим ходом доберётесь, да? Ну, видимо, да. Ой, даже на пароходе? Отлично. Сейчас при море активизировались китайские банды. От поездки на дирижансе лучше отказаться. Пришлось воспользоваться пароходом. Ой, паромом. Пароходом. Хотя... В принципе, тоже кораблик же, по факту. Хе-хе. Я не знал, что у вас морская болезнь. Не смотрите так. Я не знал, что вы не выносите качку. Ишь ты. Нашлось что-то. О чём вы не знали. Причём по факту самое важное. Ну и самое важное, а то, что следовало бы знать. Да, неудобно получилось. Спущусь в кабину, а то меня само мутит от вашего вида. Ммм. Помолчали бы. Лучше. Сботритесь. От этого ещё никто не умирал. Ну, видимо, будет повод стать первым. Хе-хе-хе. Чё такое? Дальше можно посушить. А жаль. Уморительно было на вас смотреть. Уморительно было смотреть на тебя, когда на тебя наставили пистолет. Вот тогда, да, было бы прям супер весело. Ой, дополнительный диалог даже с тобой есть. Вы, кстати, слышали? Говорят, наши статичники создали новое правительство Приморья. Первые слышу. Как называется? Корейско-народное собрание. Считайте его ответвление предыдущего собрания. Петра Семёновича назначили министром иностранных дел. Кроме того, он всячески помогает правительству. Я о подобном и не слышал. Теперь понятно, почему Пётр Семёнович так волновался за безопасность. И во натуре быть осторожным. Однако я не знаю, что и думать. Насколько я помню, вы всегда отрицательно относились к политическим играм и борьбе за власть. Там типа бугур должен быть, но мы её не видим. Всё вовсе не так. Время правительство здесь, движение в Шанхае и Чусонье. Мне радует неравнодушие людей. Однако для настоящего единения мы слишком по-разному мыслим. То есть по-разному. Российские и корейцы привыкли к вооружённой борьбе. Так было ещё со времён Союза Справедливости. Верно. Однако, переехавшие в Манчужурию и Шанхай корейцы сочтут такой способ борьбы с тарелым. Они непременно будут искать другие выходы. Припоминаю давний внутренний конфликт между корейцами. На этот раз всё по-другому. С одной стороны, бойцы, привыкшие к сражениям. С другой, политики. Такой ситуации различия во взглядах неизбежны. Ну да. Чуть не забыла. Памин Лив вернулся и собирает ополченцев. Не повидайте с ним. Думаю, он обрадуется. Спасибо, но нет. Нам общийный дом. Место полное для вас воспоминаний. Пусть и не самых приятных. Пустяки. С тех пор много воды утекло. Да что ты вечно пишешь. Кстати, к вашему сведению сегодня я говорю от лица оставшихся бойцов за независимость. То есть вы мучаете меня не по собственному желанию, Алина Ивановна? Это ещё кто кого мучает? Сколько можно повторять, что меня зовут Йон Джу Чу? Ладно, пойдёмте уже. Там никого нет. Ну пойдём. Диалог Мезом? Интересно. Давненько вы не бывали в Янчихе, верно говорю? Ну ясное дело, сколько нас лет-то не было вообще во Владивостоке. Да и в принципе в Приморье. Я наведывалась сюда несколько раз. Уже после того, как Петр Семёнович переехал. Здесь многое изменилось. Ой, дом Петра Семёновича так и стоит. Да уж. Вот так приедешь и вспоминается всякое. Что тогда, что и сейчас? Кто-то по-прежнему не считает себя корейцем? Вы всё не уймётесь? Ну да, всё не уймётся. Всё те же и те же темы. Не знаю почему, но мне на самом деле сложно озвучивать Йон Джу Чу, потому что, ну, по моему мнению, она реально должна вот так вот как-то быстро всё говорить. И из-за этой вот быстроты я вот часто сбиваюсь, и вот происходят такие вот вырезки, которые были вот до этого. Уже много вырезок. Поэтому, скорее всего, Йон Джу Чу — это не только мой нелюбимый персонаж самый в игре, в плане того, что... Ну, в плане моего отношения к этому персонажу, но ещё и в плане озвучки — это мой самый нелюбимый персонаж. А сделать как-то другую озвучку её я уже... банально не хочу и не могу, потому что явности уже привыкли к такому моему способу её озвучивания, это раз. А во-вторых, я не имею ни малейшего понятия, как её ещё можно озвучить. Типа, похоже на Асю — не вариант, похоже на Лизу — тоже не вариант, как-то ещё по-другому — тоже не вариант. Поэтому, ладно, чё уж, будем терпеть, так? Тем более, что до конца игры-то осталось совсем чуть-чуть. Что вы от меня хотите? Зачем вы меня сюда позвали? Вы не торопитесь, подышите. Или уже отправились после морской качки? Хотел сказать, после морской болезни там качка была, ладно. Да хотя, в принципе, одно и то же, хрен быть с ним. Был такой красный партизан, Василий Ким. Да, такого мы знаем. Даже я, весьма далёко от дел Красной Гвардии, о нём наслышано. Всё потому, что ему удалось в краткие сроки собрать весьма внушительный отряд. Отряд Василия был полностью ликвидирован, включая командира. Ага. Это Ася поработала? Или он просто от белых откинулся? Они сажались с японцами, однако народной любви не снискали. Убивали мирных жителей, мотивируя этой борьбой с капитализмом. Отвратительно. Ну вот и хорошо, раз эти дурачки откинулись. Так им и надо. Что тут сказать? Лично я по Василию не горюю? Да и никто и не будет по нему горевать. Для того, как начать самодеятельность, Ким состоял в другом партизатском отряде. В отряде Анастасии Корневой. Да-на-а, ну я так и думал, что там будет Ася в этом списке. Когда Киханча был убит, Василий уже не работал над подначальством Аси. Однако. Вам известно что-нибудь ещё? Это очень-очень важно. Ещё будучи в отряде Анастасии, Ким убивал гражданских. Это шло вразрез с Асиными взглядами. Василий собрал вокруг себя такие же экстремистов. И они сформировали новый отряд. Однако, они остались в рядах красных партизанов. Насколько мне известно, они даже проводили совместные операции с Анастасией. Да какая разница, это не Ася дала приказ убивать людей. Мда, чего ещё можно было ожидать? Естественно, одним Василием разговор не окончится. Если журналистка привела меня сюда, чтобы поговорить об Асе... Придётся показать зубы. Чё, опять её пистолетом будем пугать? Ну давай. Посмеёмся за то, как она с нас посмеялась на корабле. Говорите, что у вас на уме, Алина Ивановна. С этого момента начинается моя дилемма, Пётр. Мне важно, чтобы красные партизаны выполнили свою работу. А они не хотят? После того, как японцы встали на сторону белых, многие коренцы захотели помочь коммунистам. Ведь красные тоже в некотором роде противостоят японцам. Всё верно? Она как раз на одержимый скверной идеей. Хм... Скверная идея. Ха-ха-ха-ха-ха. Непрямой подкол. Я понял. А вы так не думаете? Я понимаю, что ими движет тебя как к лучшей жизни. Но разрушить мир, чтобы построить новый. Подобное зверство страшно вообразить. Думаете, все красные одержимы этой идеей? Ну что вы. Только РСДРП и Корейская Социалистическая Партия. Ну и люди вроде вашей Анастасии. Остальные так, сбоку припеку. Чё-то не совсем было смысла фразы. Типа сбоку припеку или припеку. Ой, ладно, короче. Не ожидал от вас услышать подобные рассуждения. Уж лучше объединить нас с корейцев и сражаться против японской оккупации. Однако после освобождения смогут ли корейцы мирно сужиться между собой? Это и есть ваша дилемма. Именно. Если написать статью о Василии, это поможет остановить тех, кто решил вести дружбу с коммунистами. А чем я могу вам помочь? Добрым советом. Вы сильно отличаетесь от меня или вашей подруги Анастасии. Вы человек без убеждения и сможете взглянуть на проблему с объективной точки зрения. Опять вы делаете какие-то странные умозаключения. Вот уж спасибо. Не за что. Ладно, перейду к самой сути. Я хочу, чтобы вы прекратили убийство гражданских красными партизанами. И как ты себе это представляешь? Просто самый тупой план Юн Джу из всех, какие у него могли бы быть. Типа, я должен остановить красных партизанов в плане убийства гражданских. Интересно, что я могу сделать, если они не будут даже меня слушать? Учитывая, что даже Василий меня не слушал. Думаешь, остальные меня будут слушать? Ну типа, окей, я смогу поговорить с Аси, но это не от Аси зависит далеко. Потому что она сама, как мы помним, против того, чтобы красные убивали гражданских. Если кто-то убивает гражданских, это как бы самодеятельность. Это нельзя контролировать. Ох, самый тупой план. И самое тупое предложение со стороны Юн Джу. А я тут при чем? Я не партизан. И уж точно не красный. Мне особенно интересно, с чего это вы заговорили о мирных жителях? Гражданских нельзя трогать. Это не писанный закон. Не думал, что вы позвали меня сюда, чтобы поговорить о каких-то неписанных законах и остальных отвлеченных темах. Естественно, я говорю о вполне реальных убийствах, безотносительно того, что Василий Ким кореец. Единственное, чему рада, так это тому, что японцев пока не трогали. А вам есть дело до поданных Микадо? Вам я могу такое сказать. Вы вроде утверждаете, что вы не кореец. Ну типа да. Пётр, это очень важно. Если пострадает хоть один японец, нам всем придется не сладко. Что заставляет вас так думать? Японские власти уже настроены агрессивно из-за слухов о марше за независимость. Что будет, если умрёт японский подданный? Да ещё от рук красных, с которыми империя враждует. Это станет отличным предлогом для того, чтобы развязать японцам руки. Начнутся массовые убийцы корейцев. Не исключено, что никто из приморских корейцев не уйдёт живым. Это ваше досужее рассуждение? Да и для того, чтобы остановить красных партизанов, придётся распустить всю их организацию. Именно. Гениально. Просто гениально. Я уже говорил, но скажу ещё раз. Самый тупой план из всех, что могла предложить Йонжу. Ловко придумано. Спасём людей и заодно избавимся от неугодной вам фракции. Коммунизм тоже так же остановим, да? На будущее. Если хотите от меня чего-то добиться, не стоит говорить о моей национальной принадлежности. А то слушать противно. Что вы хотите сказать? Госпожа Йонжу. Вы вот кореянка, верно? Само собой разумеется. Если вы действительно считаете себя кореянкой, прекратите постоянно лезть в драку. Я вот не кореец, однако им помогаю. Что будете делать, если японцы начнут резню? Подумайте хотя бы о готовящемся марше. Принкнувших красным необходимо остановить. Что такое? Повторюсь, если вы руководствуете заботой о корейском народе, стоит подумать о всех его представителях. Прекратите сеять вражду среди своих же. А то как-то нелогично получается. Думаете, у вас, не корейцы, есть право говорить мне подобное? Так. Я сам решил, на что у меня есть право. Имея ведь, я решил помогать корейцам. Ну, здесь более будет логичный второй вариант. Ну как, я решил вашу зилемму? Чё ты ржёшь-то, а? Чё смешного-то я сказал, чё-то не понял сейчас. Всё-таки вы очень странный человек. От вас это смешно услышать. Хотите, расскажу ещё кое-что забавное. Ася вас чуть не прикончила. А вы просто жить без неё не можете. Вы всегда так ласковы с врагами. Станьте моим врагом и узнаете. Тогда ты пока хотите. Ишь, какой грозный. Не то что с Асей. Думаете, всегда будете с ней душа в душу? Не знаю. Надеюсь, что да. Однако я знаю наверняка. Ася никогда не сможет отговорить меня от задуманного. Не исключаю, что тогда опять придётся глядеть в дуло её Нагана. Однако смертью меня не испугаешь. Понятно вам это? Это аж охренело стоит. Она явно такого не ожидала. Ну тогда я пошёл. Всё, я точно пошёл? Больше разговоров с ней не будет? Марш за независимость Чусона начался 1 марта. До Владивостока он докатится через 2-3 недели. Что? 2-3 недели? Типа... Сейчас зима? Что? По-моему, как говорилось, этот вот самый марш будет проходить во Владивостоке в январе. Если он говорит, типа, 2-3 недели, то значит сейчас зима. Тогда вопрос. А с хера ли здесь трава? Что-то не состыковочка, по-моему. Прежде чем принять в нём участие, нужно поговорить с Асей. Не исключено, что она может не выйти на связь. Будет трудно встретиться даже с подчинёнными Аси. Во Владивостоке должны знать, где находится Ася. Центр Владивостока – дружинник. Ну, поехали. Владивосток. Здравствуйте. Хочу задать вам один вопрос. В последнее время здесь не появлялась невысокая азиатка с короткой стрижкой. Вы же белов. Зачем вам она нужна? Я её знакомый. Волнуюсь, что она куда-то пропала. Её зовут Анастасия. Обязательно сообщите мне, если увидите. Хорошо. Прошу извинить за беспокойство. Ну что вы. Как-никак вы намного помогали, белов. Да я, в общем-то, ничего такого и не сделал. Хм. Ваше время часто здесь упоминается, товарищ белов. И кем же? Готов поспорить, что девушкой. Верно. Такой высокой, со шрамом на лице. Ага. Тэджин. Окей. В общем, буду рад вам помочь, белов. 7 марта 1919 года. Я чё-то реально не понимаю. По-моему, марш в августе же, нет? Почему он в марте резко стал? Или в январе чё-то другое? Не помню. Знаете, чё вы меня в комментариях, думаю, поправите? Ну, по крайней мере, кто помнит. Так, Игорь забирает Мишу, а мы, я так понимаю, отправляемся на то самое важное задание. На котором мы можем погибнуть. Ну, Миша пока вроде нравится, Игорь. Но, тем не менее, с Петей он прощаться не хочет. Да не переживай ты так, Миша, всё будет спеть и нормально. Но он же главный герой, он так быстро не откинется. По крайней мере, ещё ближайшие 10 глав он точно не откинется. А там уже, может, и откинется. Кто знает, кто знает. Да всё будет нормально, не переживай ты. Эх, да уж. Миша уехал в Никольск. Я хотел отвезти его, однако Игорь сам приехал в Волгевосток по какому-то делу. Миша просил часто к нему приезжать. Остаётся только надеяться, что я смогу сдержать данное ему обещание. 11 марта 1912 года. Так, видимо, Ася появилась. И с ней, видимо, что-то случилось. Она ранена, скорее всего, да? Даже, вероятность, её критически ранена. Потому что на той последней встрече она говорила, если выживет, то... Да уж. Она действительно ранена. И она находится в доме у Пети. 13 марта 1919 года. Но главное, что она выжила. Эй, ты чего встала? Вернись обратно в кровать. Я не думаю, что ты уже восстановилась и готова дальше идти действовать. Тебе нужен в первую очередь отдых, Ася. Так уж давай-ка, ну-ка, быстро. Развернулась и шуруй обратно в кровать. Где я? Петя, ты... Повезло, что я смог вас найти. Вы несколько дней были без сознания. Спасибо. Садитесь. Вы, наверное, очень голодны. Ну, а она несколько дней пролежала без сознания. Ясное дело, что она голодная. И уже восстановилась. Понимаю. Уже не выглядит такой больной и уставший и слабый. И, короче, все остальное тоже, да? А где Миша? В Никольске. Что он там делает? За ваше отсутствие многое произошло. Вам пришлось через многое пройти. Хорошо, что остались живы. Ну, вот именно. Хорошо, что она осталась жива. Было бы не очень приятно ее потерять. Учитывая, что мы очень много... Ну, не очень много, конечно. Последние пару серий думали о ней плохо. И лишь только на прошлой серии мы все осознали. Устали? Не в этом дело. А что такое? Стало тоскливо при мысли о моих бойцах. Нас застали врасплох. Как теперь всех собрать? Судя по всему, обошлось без жертв? Да. Главное, что все живы. Я еле унесла ноги после того, как меня ранили. А у тебя как дела? Хочу присоединиться к движению за независимость. Я обещал им помочь. Ты? Вот уж не ожидала. Тебя что, Петр Семенович об этом попросил? Да. Он сказал, что я его последняя надежда. Поэтому нам с вами нужно попрощаться. Теперь мы не скоро сможем встретиться. Не скоро. Не скоро. Только я тебя увидела. А ты уже прощаться вздумал? Ничего не поделаешь. Я прошел через многое и выжил. Надеюсь, мне сейчас повезет. Человек, на удивление, живучее существо. Эта мысль пришла ко мне еще 20 лет назад, когда я бродяжничал в пассиете. Именно из-за поручения Петра Семеновича Миша сейчас в Никольске. Я не могу подвергать ребенка опасности. Нашел ему опекуна? Да. Игорь Дмитриевич взял Мишу к себе. Что? Игорь Дмитриевич обещал найти того, кто позаботится о Миша. Или оставит его у себя, если никого не найдется. В конце концов, он решил оставить Мишу у себя. Ты серьезно? Он не обидит Мишу. Поэтому я и не беспокоюсь. Мне кажется, они хорошо уживутся. Такая удивленная Ася прям. Ладно, отдыхайте. Вам нужно набираться сил, чтобы вновь увидеть своих бойцов. Ладно. Мне как нужно время, чтобы подумать? Как раз, скорее всего, нужно время, чтобы подумать, а не как. Ну, а печатки, как всегда, ничего нового. Ну, Ася явно переживает за Петю. Это прям очень сильно видно. Это прям очень сильно видно. Так, она ушла. Ага. Ушла. Могла бы меня разбудить. Видимо, вернулась. Телеграмма, есть кто дома? Телеграмма, есть кто дома? И поэтому все наши такие вот позиции против Аси уже все прям не актуальны. Так что можно их опять шиперить спокойно. Я прям реально надеюсь, что в последних главах это вот раскроют. Хотя бы мимолетно, но пусть раскроют. Я буду доволен. Игорь? Просит приехать в Никольск немедленно. С Мишей что-то случилось? Или с Петром Семеновичем? Ну, вероятнее всего с Петром Семеновичем, потому что, как мы помним, уже потихоньку подходит время, когда Петр Семенович должен умереть. Потому что что? Так, мы это все получали, просто меня это немного напрягло, что там скрытые знаки. Потому что что? А, погодите-ка. Сейчас еще 19-й год, а он умрет в 20-м. Тогда я что-то не понимаю, что там случилось. Странно. Странно. Так. Мне нужен Никольск. Отправляемся. Что случилось? Что, опять выбор? А на что это влияет? Так. С Мишей беда. У Петра Семеновича все в порядке. Ну, давайте спрашиваем лучше про Мишу. А, блин. Ай, черт. Это глуповатый вопрос был, на самом деле, с моей стороны сейчас. Типа, в порядке, что-то случилось с Мишей или нет. Потому что... Блин, потому что мы сейчас задали этот вопрос, и... Отношения с Игорем, получается, чуть-чуть упали. Потому что он подумал, что мы ему не доверяем. Блин. Не сразу дошло, на самом деле, вот это вот... Дело. Блин, такой... Ситуация. Вроде бы легкая ситуация, можно было бы все понять, но... Нет. Эх, ладно. Но хотя, с другой стороны, со стороны именно Пети, как брата, данный вопрос очень даже резонный. Потому что он, в первую очередь, волнуется за Мишу. А не за Петра Семеновича. Не волнуйтесь, с ним все в порядке. Вы же доверили мне, брата? Или передумали? Ну да, он об этом тоже и подумал. Типа, мы ему не доверяем. Это не имеет отношения к Мишу или Петру Семеновичу. Пойдемте ко мне. Здесь не место для разговоров. До меня дошли сведения о вашей матери, и Нукли. Она выжила. Какие еще сведения? Часы. Вновь мы увидели эти часы. Но при чем здесь эти часы, если они связаны с отцом, а не с матерью? Ну и все, конец. Ну и все, конец. История еще не опубликована. Ага, то есть оно еще не опубликовано. Окей, я понял. Я понял. Покидая порция, это вообще сюжетная линия. Интересно. Так, а с кем у меня отношения упали? По итогу. Ой, с Петром Семеновичем. Ну да, с Петром Семеновичем так-то. Типа, Джихен ЧВ и Петр Семеновичем одно и то же. Ну, блин. А почему с ним-то? Если я, как бы, скажем так, обидел Игоря. Ладно. Раз с ним, так с ним. Ну, ничего не поделаешь, ладно. Сказать честно, я немного... Ну, я считаю, эта серия немного вышла неудачной. Ну, такие серии уже были у нас когда-то. Такие вот, где у меня было много косяков в озвучке, из-за чего много было вырезок. Так что, да, мне эта серия не понравилась. Именно в плане озвучки. Ну, не в том плане, как она получилась и как она звучит. А в том плане, что у меня очень много косяков на записи было. Ну, это всё Юн Джу виноват и её озвучкой. Это всё из-за неё. Потому что из-за её озвучки я начинаю торопиться прям везде. И всё. Я ничего с этим поделать не могу. Я везде тороплюсь, везде ошибаюсь. Ой, ладно. Надеюсь, как я уже сказал, в следующих главах Юн Джу будет куда меньше и мы с ней не пересечёмся. Ну, а пока что. Если вы до сих пор не подписаны на канал, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, которые я все вижу, читаю, лайкаю и, конечно же, на них отвечаю. Ну, и также не забывайте делиться этим роликом с друзьями, потому что это помогает в продвижении канала. Ну, и ещё не забывайте присоединяться к моему Дискорд-каналу, ссылка на который находится в описании под этим роликом. Ну, а на этом всё. Здесь был Легион. Увидимся в следующих роликах. Субтитры создавал DimaTorzok